Приветствую всех из Одессы. Сегодня 27 октября 2023 года. Вчера поступила информация о том, что Украина приостановила новый зерновой коридор из-за угрозы со стороны самолета в России. Об этом заявлял Reuters и сообщали о том, что запрет действует только сегодня, то есть вчера, 26 октября, но не исключено, что его продолжим. Вечером поступила информация о том, что Украина отрицает остановку зернового коридора. В портах более 20 судов. Информация о приостановке работы временного зернового коридора из-за возможного угроза со стороны России не соответствует действительности. Украинские порты продолжают обрабатывать прошедшие коридором суда. С учетом того, что коридор был введен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий. В ведомстве добавляют, что в настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой находятся 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. Причем 33 судна экспортировали более 1,3 миллиона тонн украинской агропродукции и других грузов. Сегодня поступает информация о том, что временный коридор из порты Большой Одессы возобновил работу. После трехдневной паузы 27 октября снова наблюдается движение судов во временном Черноморском коридоре, объявленном Украиной. Как пишет ЦТС со ссылкой на данные сервиса в мониторинге движения судов, сразу 4 судна направляются на выход из одесских портов. Это суда Пропус, Ласос, Глория-Джи, Манаса-Квинн. В украинские черноморские порты сейчас идут танкера Мавка, Балкер, Голден Эрол и судно для перевозки генеральных грузов Маранта. Вот такая информация относительно работы временного зернового коридора. Подписывайтесь на канал. До встречи. Всем пока.